Здравствуйте! Это программа События. Мы работаем в прямом эфире о том, чем живет Самара. Сегодня вам готовы рассказать наши журналисты и я, Инга Пеннер. Главная тема выпуска. Мело-мело по всей Самаре. Метель на выходных спровоцировала крупное ДТП. Далой теорию, только практика. В регионе готовятся к проведению первого демонстрационного экзамена. Нескучные уроки. В Самаре выбирают лучшего педагога. За минувшие выходные слой снега в регионе увеличился до 79 сантиметров. В Самаре ночью на расчистку дорог направили 200 единиц техники и больше 300 рабочих. Из города же вывезли более 7 тысяч тонн снега. Метель, накрывшая накануне область, принесла с собой не только небольшое повышение температуры воздуха, но в то же время отметил с целым рядом ДТП на дорогах. На участке Самара, Чапаевска, Лугоградской трассы столкнулись сразу несколько машин. Вазовскую десятку от удара разорвало пополам. По данным очевидцев, водитель смог сам выбраться из машины. На месте работали две бригады скорой помощи. Еще одна авария с несколькими авто произошла на Московском шоссе в Самаре между проспектом Масленниково и Революционной. По прогнозам синоптиков, 6 февраля в городе сохранится ветреная погода, местами снова пройдет снег. В воскресенье 5 февраля президент России Владимир Путин лично позвонил самарскому губернатору. Глава государства поздравил Николая Меркушкина с днем рождения, пожелал успехов в решении задач, которые стоят перед Самарской областью. Также Владимир Путин и Николай Меркушкин обсудили важнейший вопрос социально-экономического развития региона. Помочь детям раскрыть свои таланты и решить насущные проблемы коллектива и учеников Центра для одаренных детей. Главная задача на этот год, об этом говорили на встрече губернатор Николай Меркушкин и президент Самарского университета Виктор Сойфер. Центр для одаренных детей был создан полгода назад по инициативе главы региона и сейчас ему предложили возглавить попечительский совет. Виктор Сойфер отметил, сейчас Центру нужно больше опытных педагогов и, возможно, их отбор следует проводить на конкурсной основе. Губернатор поддержал инициативу включить в Центр одаренных детей федеральную программу 5.100. Такая юридическая возможность есть. Одно из самых интересных направлений – сотрудничество с лагерем «Артек» в Крыму. Там предусмотрены, будем говорить, направления, связанные именно по работе с одаренными детьми, участие в Олимпиадах. Очень интересное направление, чтобы они, эти школьники, могли вместе с нашими студентами в «Артек» ездить на регулярной совершенно основе. И родители тоже как это оценят. Хайник же, детей в ночи. Это даст плюс университету сразу дополнительно. Это будет более тесная связь с вузом. Больше зерна лучшего качества. Самарская область должна составить конкуренцию на мировых рынках. Об этом губернатор Николай Меркушкин говорил на встрече с министром сельского хозяйства и продовольствия Алексеем Поповым. Уже сейчас 70% зерна в Самарской области третьего класса. Для повышения качества и объемов необходимо четко соблюдать аграрные технологии, повышать технический потенциал сельхозмашин. Недавно в регионе открылся новый корпус по производству спецтехники. Регион должен обеспечивать себя сам, отметил Николай Меркушкин. В этом году нужно выращивать больше овощей в закрытом грунте, активно развивать животноводство. В Самарской области в последние годы все больше людей уезжает жить и работать в деревню, потому что там создаются хорошие условия для специалистов. В селах продолжают строить компактные жилые дома, фельдшерские пункты. Все 27 районов будут задействованы в различных объектах. Я сейчас вам предложу вариант, Николай Меркушкин. То есть это у нас предполагается минимум 3 ФАПа, 4 спортивных площадки, 7 инициатив грантовой поддержки по районам. Лучшего школьного педагога выбирает в Самаре. Завершился финал окружного этапа конкурса «Учитель года» в Самарской области 2017. Специалисты давали мастер-классы, где представляли собственные методики. С теми, кто знает, как сделать урок нескучно, познакомилась Валерия Макарова. У каждого из этих педагогов свой секрет, как влюбить школьников в учебу. Это участники второго этапа конкурса «Учитель года» 2017. Молодой преподаватель Роман Быков уверен, физика – это не скучно, главное – подход. Его конек – наглядные опыты прямо на уроке. Так новый материал и усвоится лучше, и забудется нескоро. На одном из последних занятий школьники вместе с учителем повторяли эксперимент Галилеи. Забирались на высоту, на турники и скидывали с высоты шарики различные массы. И должны были выяснить, на самом ли деле они падают одновременно или нет. На улице особенно интересные эксперименты. Потом делаем из них видеоролики, выставляем на канал наш школьный. Сегодня учителя представляют свои методики. Мастер-классы проводят шесть финалистов. Выступление оценивают заслуженные учителя России, директора ведущих школ и традиционно детское жюри. Организаторы отмечают, состав конкурсантов этого года точно отражает тенденции образования. «Рекордное количество учителей физики. Четыре человека – это очень много. Учитель математики, информатики, учитель химии, учитель биологии. То есть это говорит о том, что вот тот курс, о котором мы говорим последние годы, курс на естественно-научные профили, курс на поддержку нашей аэрокосмической отрасли новыми молодыми кадрами, он правильно увиден, понят». Имя победителя городского этапа станет известно только 2 марта. Однако на областном конкурсе «Самару» будут представлять сразу шесть учителей. Валерия Макарова, Григорий Пешаков, События. Долой письменные тесты и билеты. В Самарской области готовятся к проведению первого демонстрационного экзамена. В этом году практические знания покажут более 300 выпускников из 8 колледжей и техникумов. В перспективе все студенты будут получать дипломы не за теорию, а за качественно выполненную работу по своей специальности. О новых стандартах подготовки кадров расскажет Сергей Ромашов. Никаких больше билетов и ночной зубрежки конспектов. В скором времени знания выпускников будут оценивать на практике. И диплом они получат не за теорию, а за качественно выполненную работу. Среди тех, кому предстоит этот экзамен, есть и Михаил Воронцов. И для него работа у фрезерного станка тоже важнее студирования билетов. Но если ты выбрал именно эту профессию, то тебе должно быть интересно именно занятие на станках. Что именно сделать. И проектирование мастерками. В этом году демонстрационный экзамен пройдет в Самарской области в июне. По семи специальностям. Это часть проекта WorldSkills России, у которого уже есть неофициальное название. Олимпиада для пролетариата. Конкурс проходит уже шесть лет с подачи президента Владимира Путина. В Самарском регионе его поддерживают областные власти. И лично губернатор Николай Меркушкин. В этом году за счет средств областного бюджета были куплены станки. Дело в том, что демонстрационный экзамен более объективен в оценке профессионализма наших выпускников. Чтобы период адаптации на рабочем месте сократить, мы должны как раз на демонстрационном экзамене определить тот уровень квалификации рабочего, который необходим на сегодняшний день предприятиям. В перспективе региональное министерство образования планирует полностью уйти от письменных и устных экзаменов и перейти только на практическую аттестацию. Мы сегодня говорим вообще о переходе от сегодняшней действующей стандартной формы проведения процедуры итоговой государственной аттестации в формат демонстрационного экзамена. И, наверное, понять, где недорабатывают учреждения профессионального образования. Плюсы для самих выпускников от демонстрационного экзамена вполне очевидны. Это не только практика, но и возможность получить предложение от удоустройствия от ведущих предприятий региона. Сергей Ромашов, Дмитрий Мешканцов. События. Не школа, а отдельная страна. В 46-й школе появился свой парламент, герб и гимн. Одно из старейших учебных заведений Самара отмечает в этом году 60-летний юбилей. За хорошую работу школа получила награду от губернатора. Исторический момент застала Марина Матвейшина. В этой школе нет серых стен. Здесь учат любить и ценить искусство, не забывая о знаниях. Одна из старейших школ города, 46-я, получила награду от губернатора за большой вклад в образование Самарской области. Впервые здесь открыли свои двери ученикам 60 лет назад. За это время из стен школы вышли почти 4 тысячи выпускников. Не просто учим, мы стремимся это делать качественно. Для того, чтобы наши выпускники не только успешно сдавали экзамены, но и выбрали профессию нужную, полезную. И были успешными и в своей семейной жизни, и в профессиональной жизни. И были достойными гражданами нашего города и нашей страны. На встречу с педагогами и учениками 46-й школы приехала депутат Госдумы Надежда Колесникова. В беседе речь зашла о проблемах заведения. Популярность школы растет. Здесь обучается 5 вторых классов. А первых в этом году набирают только 3. Возможности здания исчерпаны. Поэтому нужно искать возможности и создание новых дополнительных мест, вхождение в программу федеральную. Да, это процесс не быстрый, но он реальный. Поэтому нужно обсудить этот вопрос. Кроме проблемных вопросов, участники встречи обсуждают и достижения. Ученики подготовили творческий номер, в котором рассказывают о любимой школе. Марина Матвеевшина, Василий Колдашов. События. Далее, коротко о других событиях дня. Коммунальная авария в Новокуйбышевске прорвалась тепломагистраль на улице Максима Горького. На данный момент место утечки ограждено, начались земляные работы. Все потребители, получающие услугу теплоснабжения по поврежденной магистрали, переведены на резервную схему. На месте аварии работают 15 человек и 10 единиц техники. Теплоэнергетики планируют завершить основные ремонтные работы в течение суток. В Самаре на Куйбышево иномарка сорвалась крепление эвакуатора и повисло. ЧП произошло в ночь на субботу. На улице Куйбышево пытались эвакуировать Рено, водитель которой, видимо, нарушил правила парковки. Но иномарка сорвалась крепление и повисла на одном из них. Очевидцы выложили фото в соцсети. На Смышляевском шоссе спасали мужчину, провалившегося в сточную речку Дунайка и едва не замерзшего, пострадавшему 30 лет. Он переходил в водоем по мостку и провалился в воду. На момент приезда врачей-скорой он получил обморожение и находился в коме. Мужчину госпитализировали. В Самаре возбуждено уголовное дело о двойных квитанциях на оплату услуг ЖКХ. В прокуратуру обратились жильцы одного из многоквартирных домов. В мае 2016 года Общее собрание собственников приняло решение о расторжении отношений с фирмой под названием «Управляющая жилищно-коммунальная компания», после чего был заключен договор с компанией «Ассоциация». Но прежняя контора продолжала выставлять счета на сумму свыше 90 тысяч рублей. Прокуратура направила материалы в следственные органы. Возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на мошенничество». В Самаре проходит городской открытый конкурс фотографии «Самарский взгляд-2016». Его организаторы – Региональный союз журналистов России и Администрация Самары. Заявки и фотоработы оргкомитет принимает до 22 февраля 2017 года по следующим номинациям. События, город, который любит футбол, люди и повседневная жизнь, природа, другая реальность, коммерческая фотография, спорт. По итогам конкурса присуждаются две главные премии. Одна за лучшую пресс-фотографию и одна за лучшую художественную фотографию. Это далеко не вся картина дня. И вот о каких событиях наши журналисты сейчас готовят сюжеты. Идет охота на браконьеров, идет охота. Наш корреспондент вместе с силовиками на вертолете отправился в рейд. Выйти из тени. Городские власти намерены навести порядок на рынке алкоголя. Медведь обоснуется в Самаре. С этого года самый быстрый в мире турбовинтовой бомбардировщик-ракетоносец будут модернизировать только на Виакоре. На этом наш выпуск завершен. Мы рады вам сообщить, что у нас уже почти 12 миллионов просмотров на Ютьюбе. Читайте нас в Твиттере, смотрите на экранах своих смартфонов и планшетов на базе Андроид и Айоса. Удачи вам. Увидимся. Субтитры создавал DimaTorzok